МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цена мгновения. Гомельчанка собрала паровозик из пяти машин. Всеми силами за безопасность. ГАИ ужесточает контроль над использованием детских автокресел. Подарили шанс. Работники МЧС спасли из миллиардивной канавы лошадь. Начиналось весело, да вот закончилось печально. В результате пьяного вождения праздник на колесах для 47-летнего жителя Луевского района стал последним событием в жизни. Второй приятель в ближайшие дни должен предстать перед судом. А в отношении владельца авто в понедельник 4 сентября управлением Следственного комитета по Гомельской области было возбуждено уголовное дело за передачу управления нетрезвому водителю, не имеющему прав. 31 марта 2017 года следственно-оперативная группа Луевского РУВД выехала на место ДТП, которое произошло в районе половины десятого вечера на пятом километре автодороги Луев-Брагин. На закруглении дороги машина съехала в кювет и опрокинулась. В ДТП погиб человек. В своих первых показаниях оставшиеся в живых трое мужчин и женщина утверждали, что именно он был за рулем. При первоначальном осмотре и опросе свидетелей выяснилось, что автомобиль находился в технически неисправном состоянии, а вся компания, включая погибшего, на момент ДТП была пьяна. В исследовании технического состояния транспортного средства было установлено, что на передней оси транспортного средства установлены шины с разным рисунком протектора. При этом переднее правое колесо и задние левые колеса имели повышенный износ сверхдопустимого. Что в совокупности с психофизиологическим состоянием водителя, выбранным режимом скорости движения, а также состоянием дорожного покрытия могло привести к возникновению заноса и съезду автомобиля в кювет. В ходе проведенной в дальнейшем проверки следователи выяснили, что люди из этой компании были мало знакомы между собой, но распивать спиртное начали еще в первой половине дня. Количество алкоголя в крови погибшего достигало 3,9 промилле, у других было немногим меньше. Показания свидетелей разнились и имели ряд серьезных нестыковок. Накануне компания знакомых между собой людей целый день употребляла спиртные напитки. В течение дня пьяные ездили на территорию Лоевского района на автомобиле. Вечером, уже изрядно подпив, и когда ехали в очередной раз за спиртными, было совершено дорожно-транспортное происшествие на территории Лоевского района, в результате которого один человек скончался на месте происшествия. Проведенные Государственным комитетом судебных экспертиз, биологические, генетические и медицинские экспертизы, опровергали первоначальную версию и указывали на то, что погибший в момент ДТП не мог находиться за рулем. А непосредственным виновником аварии, скорее всего, является оставшийся в живых мужчина. По версии следствия, чтобы уйти от уголовной ответственности, компания первоначально решила свалить всю вину на погибшего, которому, по мнению некоторых ее участников, терять уже было нечего. В отношении водителя предварительное следствие было окончено, и уголовное дело уже передано прокурору для направления в суд. По результатам проведенных по уголовному делу экспертиз, полученных показаний, в отношении владельца автомобиля в настоящий момент следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту передачи им транспортного средства лицу, не имеющему права управления транспортным средством и заведомо находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Теперь владельцу автомобиля, кроме лишения права управления транспортным средством, грозит в соответствии с частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса Республики Беларусь и лишение свободы сроком до 5 лет. Окончательную точку в обоих уголовных делах поставит суд. Пристрастие к сбору боеприпасов подвело гомельчанина под статью. 5 мелкокалиберных патронов и ржавые взрыватели от минометных мин времен Великой Отечественной войны стали основанием для возбуждения уголовного дела. В августе 2017 года в поле зрения правоохранительных органов попал 44-летний житель Гомеля, сторож одного из предприятий областного центра. При осмотре его места жительства оперативников ожидал небольшой сюрприз. В результате проведенного обыска у данного гражданина было изъято 5 патронов, 3 верхних части взрывателя и 3 хвостовика минометных мин времен Великой Отечественной войны. Проведенная баллистическая экспертиза подтвердила, что патроны являются боевыми, запрещенными законодательством Республики Беларусь к свободному обороту. В августе месяца текущего года на исследование поступили 5 патронов. По результатам проведенной экспертизы они были признаны боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию, а именно калибра 5,6 мм, пригодными для производства выстрелов. Согласно части 2 статьи 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, гомельчанину может грозить до 7 лет лишения свободы. Если бы мужчина добровольно сдал правоохранительным органам хранимое в квартире добро, уголовного преследования по данной статье удалось бы избежать. Период с 1 сентября и по настоящий день в МЧС охарактеризовали как относительно спокойное время. Количество возгораний находится ниже среднестатистического уровня. Смотровые комиссии начали обход домов частного сектора и предупреждают население о необходимости подготовиться к отопительному сезону. Со слов инспектора в МЧС, главная проблема на сегодня – курение в нетрезвом состоянии. Именно эта причина лежит в основе печальной статистики региона. В Мозыре едва не погиб хозяин квартиры 14-этажного жилого дома. Мужчину спасли из огня. Пожарные нашли погорельца в ванной. При попытке самостоятельно покинуть помещение, мужчина заблудился в густом дыму. В данном случае спасатели быстро и оперативно прибыли к месту. Вызывали, ликвидировали пожар, спасли хозяина домовладения, передали работникам скорой медицинской помощи, которые его госпитализировали с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Спасти жизнь мужчины удалось еще и благодаря тому, что в зданиях повышенной этажности, подобных этому, где произошло возгорание, спасатели неоднократно проводили занятия, учения по отработке способов и методов ликвидации пожаров и спасения людей. Тем временем в Гомеле сейчас проводится проверка по факту пожара в торговом ларьке. Павильон, расположенный в районе Быховского рынка, выгорел полностью. Предполагается, что это поджог. Настоящая спасательная операция развернулась около деревни Целуйки Брагинского района. Там накануне работники МЧС вытаскивали из мелиоративного канала лошадь. Животное почти целиком погрузилось в зыбкий грунт и могло погибнуть. На помощь лошадке пригнали трактор с подъемником. Извлекали аккуратно, чтобы не причинить вред животному. После пережитого стресса лошадь первым делом принялась жевать траву, а уж потом встала на ноги. В Гомеле на Новобелецком мосту произошла крупная авария. В результате ДТП образовался паровозик из четырех автомобилей. Как рассказали очевидцы происшествия, в аварии приняли участие Volkswagen Passat, Jeep Mitsubishi Pajero и еще два автомобиля. В ГАИ сообщили, что по предварительным данным, виновником аварии стала женщина-водитель, которая двигалась позади всей колонны, отвлеклась от управления и собрала паровозик. Также известно, что в одном из автомобилей ехал ребенок. В аварии никто не пострадал. С началом учебного года Госавтоинспекция усилила контроль над использованием в автомобилях детских автокресел. Несмотря на широкую информационную кампанию и внушительные штрафы, некоторые взрослые упорно не желают заботиться о безопасности своих детей. В этом во время рейда убедились наши корреспонденты. Это уже не автомобили, это металлолом. Во время аварии в некоторых из них находились дети. Причем о мерах безопасности тогда никто не думал. Большинство водителей уверены, что они управляют автомобилем хорошо и с ними ничего не случится. Рейд экипажа Госавтоинспекции около детских садов показывает. Многие родители до сих пор пренебрегают автокреслами. Объяснения порой доходят до смешного. На весы приоритета они с легкостью кладут нежелание тратиться на удерживающее устройство и безопасность, которую они обеспечивают. Первое, как правило, перевешивает. Ссылаются на то, что у них есть в семье второй автомобиль, просто не переставили автокресло с одного автомобиля в другой. Иногда называют, что низкий финансовый достаток в семье, они не могут купить автокресло. Приобрести детские автокресла сегодня несложно. Есть они и на рынках, и в магазинах. Объявлениями об их продаже буквально забит интернет. Родители, которые действительно заботятся о здоровье и жизни детей, говорят, что малыши привыкают к удерживающим устройствам быстро. Именно с этого и начинается обучение основам безопасности и правилам дорожного движения. Когда машины нельзя идти, только смотреть на фитофор и что нельзя в чужую машину влазить. К словам пятилетнего мальчика так хочется добавить. Садиться нельзя не только в чужую машину, но и в свою, если в ней нет детского автокресла. Тем более, что их ассортимент большой и всегда можно найти приемлемый вариант. Нужно два кресла. Это большое место нужно. Наши двойняшки. И много места занимает. Мы нашли бескаркасные. Они без жесткой основы и мало места занимают. Но такое же пятиточечное прикупление к сидению. Такая же жесткость и безопасность. Перед началом занятий около учебных заведений установили мобильные камеры фиксации скорости. Большинство водителей оказались дисциплинированными и правила, во всяком случае, около школ не нарушали. Но ежедневно по несколько десятков машин в поле зрения сотрудников госавтоинспекции попадают. Причем не в целом по Гомелю, а практически с каждой отдельной камеры. Очередной лось стал причиной ДТП. На этот раз в пяти километрах от Гомеля. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Фотографии происшествия были опубликованы одним из очевидцев в социальных сетях. ДТП произошло в темное время суток на трассе Кобрин-Гомель в пригороде, недалеко от автомобильной развязки с объездной дорогой на Бобовичи. Машина получила механические повреждения. Мертвый лось остался лежать на проезжей части. В связи с участившимися случаями столкновения с животными, госавтоинспекция предупреждает. С наступлением осени начинается миграция диких животных. Часто они перебегают проезжую часть в темное время суток. Водителям необходимо быть особо внимательно при проезде знака дорожного «Дикие животные». Таких мест в Гомельской области насчитывается 38. Все они обозначены соответствующими дорожными знаками. Поэтому в зоне действия до соответствующих знаков необходимо водителям быть предельно внимательны, снизить скорость до минимальной, чтобы в случае внезапного появления животного вовремя вынизить скорость вплоть до остановки. В случае, если все-таки с вами произошло дорожно-транспортное происшествие, необходимо тут же позвонить в милицию по телефону 102. На сегодня это все. Смотрите де-факто по четвергам на телеканале «Беларусь-4». С вами был Руслан Габрилев. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok